Многие тюменцы сейчас готовятся к новогодним вечеринкам и корпоративам. В группе тележурнала «Точнее» мы решили спросить у наших подписчиков, какую сумму они готовы потратить на наряд для праздника. И вот, какие результаты получили. Более 63% ответивших, а это большинство, не собираются специально тратиться на одежду для корпоратива. 2% купят новогодний наряд стоимостью от 5 до 10 тысяч рублей. От 2 до 5 тысяч потратят на обновку к празднику более 34% пользователей. Для тех, кто все-таки решился на покупку нарядов для корпоратива, мы подскажем, как с ней не прогадать. Моя коллега Екатерина Федорова пообщалась со стилистом и узнала, какие новогодние образы в этом году в тренде и точно поразят у ваших коллег. Кристина, здравствуйте. Здравствуйте. В чем встречать главную ночь в году? В чем-то очень красивом. Скажите, вот стразы, перья, бархат, тренды не меняются из года в год? Меняются, меняется сама немножко концепция образов, но в принципе главное, что остается, быть блестящей, потрясающей, красивой, сияющей. Это остается. Да, ну как же сиять в этом году и быть в тренде? Стоит обратить внимание на какие-то блестящие фактуры. Прежде всего это пайетки. Да, платья могут быть как в пол, так в мини, так в длины миди. Они могут быть обтягивающие. Могут быть платья комбинации в пайетках. То есть выбираем тот вариант именно фасона, который вам близок, да, и вот эту вот блестящую фактуру, ну, здесь вы точно будете звездой. Еще одна классная и стильная фактура – это люрекс. Люрекс тоже прекрасно блестит, красиво переливается. Опять-таки выбираем то платье, которое необходимо именно нам по фасону, да, здесь платье классического варианта, в пол, с подчеркнутой талией. Здесь можно заменить такой пояс на какой-то более грубый ремень, например, обыграть это платье абсолютно по-гранжевому, да, например, добавив там ботинки грубые или казаки. Страшный сон многих сотрудниц больших компаний, когда ты приходишь, идешь в магазин, покупаешь какое-то шикарное платье, которое на манекене может быть висит, и твоя коллега приходит в таком же. Как вот не попасть на это? Ну, стоит учесть, что такое может произойти, но при этом просто обыгрывать платье аксессуарами, какими-то интересными серьгами. Опять-таки сверху можно накинуть жакет или какой-то кардиган. Не обязательно его надевать, можно просто накинуть на плечи, да. Еще один вариант нетривиального образа на Новый год – это выбрать какие-то, например, кюлоты, да, которые сейчас очень актуальны, и обыграть каким-то красивым, например, топом из пайеток, да, или вот в таком варианте. Вариант, который еще заслуживает вашего внимания – это, безусловно, костюм. Он может быть любого цвета. Я выбрала черный костюм, который вы сможете затем носить и на работу, да, его тоже можно обыграть красивым каким-то топом в бельевом стиле или топом в пайетках, и это тоже будет смотреться очень интересно. Сейчас как раз-таки тенденция все-таки на притальные силуэты, то есть мы с вами вновь подчеркиваем талию, мы вновь акцентируем на ней внимание, и если присмотреться к большинству платьей, которые в этом сезоне, они все притальные, они все по фигуре, то есть мы уходим от оверсайза все-таки в более женственные силуэты. Если мы покупаем наряд и хочется, чтобы он потом не на, знаете, дальних полках шкафов пролеживал, чтобы, к примеру, можно было выйти в театр, чтобы можно было выйти на какую-то вечеринку, на что обратить внимание? Вот как раз-таки в таком формате стоит обращать внимание на платья сетки. Мне они очень нравятся. Это платья, которые обладают такой некой прозрачностью, это тоже достаточно интересно. Такие платья можно потом и надеть их в театр. Можно будет обыграть и косухой, например, и какими-то высокими сапогами. Это будет такой некий гранж очень стильный и интересный, да. Можно выбрать не мини, можно выбрать длину миди. Это тоже достаточно романтично. И здесь еще один тренд – это плиссе. Да, или же выбрать платье беспроигрышное. Это платье в горох, которое, надев на корпоратив, вы потом сможете носить в повседневной жизни. Ну что ж, большое спасибо вам, Кристина. Отличного вам предпраздничного настроения. И вам спасибо.